Что дороже, что дешевле и насколько безопасна еда из ванновских магазинов. Конъюнктуру продовольственного рынка во вторник обсуждали в правительстве. Директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодыжкин отметил, значительно снизились цены на овощи и фрукты. Также мы видим фиксацию, ну или совсем несущественный рост средних минимальных цен в пределах 3-4-5%. На такие продукты питания, как крупа рисовая, крупа гречневая, на соль, на черный чай, на питьевую воду. А вот отпускные цены на продукты сельхозпроизводителей растут. Подорожало мясо, молоко, сыры и яйца. В конце весны, начале лета мы помним, что было весьма существенное снижение, а сейчас просто цены вернулись на нормальный уровень. В настоящее время реализуется продукция своего урожая по ценам капуста от 6,5 до 11 рублей за килограмм, картофель от 8 до 12 рублей за килограмм, морковь от 8 до 16 рублей за килограмм. Обсудили и вопросы качества товаров. В продажу часто поступает фальсификат – вредная и опасная для здоровья пища. Например, 55% молочной продукции не соответствует стандартам, выявляют кишечные палочки, плесень, остатки лекарственных веществ. Предотвратить поступление опасных продуктов на полки магазинов может помочь только специальная маркировка. С 1 января 2017 года будет требоваться соответствующая маркировка на товарах. Поэтому я даю поручение Департамент сельского хозяйства, произвамодействовать с министерством, уточнить, когда, что и в каком порядке это будет происходить, собрать наших товаропроизводителей и с ними эту работу серьезнейшим образом провести. Департамент работает над тем, чтобы на полках магазинов было больше продукции местного производства. Для этого ведут переговоры как с поставщиками, так и с представителями торговых сетей. И некоторых успехов уже удалось добиться. Товары «Красной зари», «Ивановского бройлера» и «Вмолокопродукта» можно встретить на прилавках региональных и федеральных магазинов. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ «Иваново».